Привет, мои дорогие! Опять отвечаю на ваши вопросы. Очень многие интересуются, что такое почитать ковен, чтобы получить доступ к той информации, которую ты оперируешь. Но, ребята, во-первых, об этой информации еще не написаны книги. Это сверхновая информация, которая, правда, сверхновая, она идет в течение последних 10-15 лет, которую получают я, мои ученики, через каналы, чистоту которых контролирую я и школа. И, собственно говоря, эта информация идет из первоисточника. То есть из информационных полей планеты и выше. Поэтому эту информацию вы читаете сердцем, либо соглашайтесь сердцем с ней, либо проходите мимо. Либо она с вами резонирует, либо нет. Эту информацию, прежде чем делать публичной, мы 10-15 лет хранили в тайне по разным причинам, потому что она не была готова к публичности. Мы ее многократно проверяли. Мы эту информацию рассматривали со всех сторон и изучали, дополучали и получили картину, о которой можно говорить. Сейчас я говорю о цивилизации фазеков. Я не буду говорить, что это сверхлюди. Это исконные существа. Существа, которые восстановили или восстанавливают на сегодняшний день свою многомерность. Наша реальность создавалась с 9-го, 6-го измерения по нисходящей. Собственно говоря, у этих существ, которые сейчас активируются, которые являют собой принадлежность к фазекам и восстанавливают собой цивилизацию Овна, активируются способности существ 6-го, 9-го измерения. Это не значит, что все они становятся мгновенно телепортами, страшными ясновидцами и так далее, и так далее, и так далее. Нет, это процесс. Это процесс логичный, это процесс закономерный и этот процесс необратимый. Поэтому, собственно говоря, и пришло время об этом говорить. Говорить соразмерно. Соразмерно. Многие из вас понятия зеленого не имеют об этом. Не готовы принять, не способны. К сожалению, я вас не укоряю и не уничижаю. Я говорю о том, что нужно готовить сознание к получению подобной информации. Та информация, которую мы выдаем по крупицам, она ляжет в конечном итоге в целостную картину. Да, я еще не написал книгу на эту тему. Она в процессе. Но вопрос еще состоит и в том, что это литература нового поколения. Многомерная литература, которая считается одновременно всеми слоями сознания. Это мозаика. Это мозаичная книга. Она так и ложится. Эта книга и о нас всех, и о мироздании. В ней будут закодированы и зашифрованы знания. В ней будут коды пробуждения. И эта книга будет и о овне. Она будет идти через мой личный опыт. Поэтому все еще только начинается. Все становится все более интересным. И я не могу вам дать ни одной книги, дабы вы получили ту же самую информацию. Мы читаем из первоисточника много лет. Я более 30 лет читаю из этого источника. и чистота информации растет с уровнем чистоты и частоты моих личных персональных вибраций. Я никогда не даю сырую непроверенную информацию. Я склонен себе не верить и не доверять. Поэтому я проверяю, перепроверяю, в том числе через каналы моих учеников, в том числе, в том числе. И часто приходят отголоски подтверждения этой информации от других мастеров. Редкие встречи с более или менее нормальным уровнем мастера дают возможность мне понять, что все, что мы понимаем и принимаем, действительно, правда, истина, доступная не только нам. Слава Богу, я очень этому счастлив. Поэтому как бы вот так. Негде это прочитать. Учитесь читать там, где читаем мы. Это не так сложно, дорогие мои. Нужно просто заняться собой. Чего я вам всем желаю. Это было пара слов о источниках моей информации. Мы имеем доступ и к Александрийской библиотеке, и библиотеке Александра Мудрого Ярослава, и другим библиотекам, которые либо уничтожены, либо перенесены в другие измерения. И еще более интересным библиотекам. Ну, как-то так. Ну, библиотекам. Библиотекам.